Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Мы озвучиваем Новый Завет с блаженного Тефиларта толкованием и с комментариями. Это наше издание. Каждый трехтомник по 752 страницы. Это больше того Нового Завета, который в Библии в 7,37. Показать. И вот оно как выглядит. И здесь 240 картин и иллюстрации Гестава Даре. Вот мы раскрасили сами. Вот оно как выглядит. Поприжни маленький. Вот Парисей стоит. Это брат наш родной. Давай. Облудный сын. Но это мы. Более ранний период, говорит, юности. Итак, номер 15. Евангелие от Иоанна, 12, 1, 3. За шесть дней до Пасхи пришел Иисус в Ифанию, где был Лазарь умерший, которого он воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю. И Марфа служила, а Лазарь был одним из возлежавших с ним. Мария же, взявши фунт нардового, чистого, драгоценного мира, помазала ноги Иисуса и оттерла волосами своими ноги его. И дом наполнился благоуханием от мира. Толкование блаженного феофилакта. Десятый день месяца выбирает Агнца для заклания в праздник Пасхи. Исход 12, 3. С этого же времени начинают приготовлять все необходимое для праздника. Обыкновенно и за шесть дней до Пасхи, то есть в девятый день месяца, едят роскошное, и этим днем начинают праздник. Посему и Иисус, придя в Ифанию, разделяет вечерю. Евангелист, желая показать истинность воскресения Лазаря, говорит, А Лазарь был одним из возлежавших с ним. Ибо он, явившись живым, не тотчас умер, но долгое время оставался на земле, ел, пил и прочее обычное совершал. Словами же, что Марфа служила, означал, что угощение было в ее доме. Она не поручила служение служанкам, но исполняет оное сама непосредственно. И Павел говорит о вдовице, которая умывала ноги святым. 1 Тимофея 5.10 Итак, Марфа сама служит вообще всем. А Мария воздает честь только одному Христу, потому что она внимает ему не как человеку, а как Богу. Но это ниоткуда неизвестно. Ибо она пролила мира и отерла волосами головы, потому что имела понятие о нем не такое, какое имели другие. Не как о простом человеке, но как о владыке и Господе. Иоанна 12.4.8 Тогда один из учеников его, Иуда Симонов из Кориот, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мир за 300 динариев и не раздать нищим. Сказал же он это не потому, чтобы заботился о нищих, но потому что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. И Иисус же сказал, оставьте ее, она сберегла это на день погребения моего. Ибо нищик всегда имейте с собою, а меня не всегда. Толкование. Иуда, будучи либо стяжателен, не одобряет такой образ попечения. Почему, как бы говорит он, принесла ты не деньги, из коих мне было бы можно украсть, а мира? Как же другой евангелист, Матфея 26.8.9, говорит, что все ученики сказали это? На это нужно сказать, что хотя все так сказали, но прочие говорили не с такой мыслью, с какой Иуда. Господь не облегчает Иуду, хотя знает, что он сказал это с намерением Татя. Ибо он не хотел посрамить его, научая и нас долго терпеть таковых людей. Впрочем, прикровенно Господь упрекает Иуду в предательстве и в том, что он предаст его на смерть по любостяжанию. Если же Иуда был любостяжателен и Тать, то почему Господь возложил на него распоряжение деньгами? По тому самому, чтобы он был Тать, чтобы отнять у него всякое извинение. Ибо он не мог сказать, что предал его, Иисуса, по любви к деньгам. Денежный ящик утешал его, но и нася ящик он не был верен. Ибо он уносил, то есть крал то, что туда пускали. И был святотатец, присвояя себе подаяние на дело святое. Пусть слышат святотатцы, какова их участь. Верх зла в том, что Иуда впоследствии предал Иисуса и Господа. Видишь ли, до чего доводит любостяжание, до предательства. Итак, апостол Павел прилично назвал сребролюбие корнем всех зол. 1 Тимофея 6.10. Потому что она предала Господа и всегда так делает. Некоторые же говорят, что Иуде было вверено хранение денег. Как меньшему прочих. Ибо служить около денег меньше, чем учить. Как и в Деяниях 6.2. Апостолы говорят, нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Иоанна 12.9.11. Многие из Иудеев узнали, что Он там. И пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазара, которого Он воскресил из мертвых. Первосвященники же положили убить Лазаря. Потому что ради него многие из Иудеев приходили и веровали в Иисуса. Толкование. Те, которые пришли к Господу, были благонамереннее прочих, бессознательных и неистовых. Ибо пришли не для одного только Иисуса, но и для того, чтобы увидеть Лазаря. Так как совершилось поистине величайшее чудо, то многие желали быть зрителями воскресшего. Может быть, в надежде узнать от Лазаря что-либо о находящихся в Аде. Парисеи же так бесчеловечны, что хотят убить не только Иисуса, но и Лазаря. Потому что он для многих послужил поводом ко спасению через чудо. Над ним совершенное. Людей бесхитростных, приводя к вере. Иоанна 12, 12, 13. На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали, «Асанна! Благословен грядущий во имя Господне! Царь Израилев!» Толкование. От того, что многие уверовали, увеличилась зависть и врагов. Из этого восклицания мы уразумеваем, во-первых, что Он Бог, ибо «Асанна» значит «спаси» в Псалом 117, 25. Ибо на еврейском языке читается «Асанна», на греческом же «О Господи, спаси!» «Спасать свойственно одному только Богу», и к Нему сказано «Спаси нас, Господи Божий наш!» Из всех мест Писания всякий узнает, что спасение приписывается Писанием только одному Богу. Итак, восклицавшие Христу, словами Давида эти показывают, во-первых, то, что Он Бог, потом, что Он Бог в собственном смысле. Ибо говорят «Грядущий, а неведомый! Последнее нечто рабское, а идти самовластное!» Иоанна 12, 14, 16. Иисус же нашед молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, дещель Сионова, сетцарь твой грядет, сидя на молодом осле!» Захария 9, 9. Ученики Его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему толкование. Прочие сказали пространнее. А Иоанн Короче сказал, «Иисус нашед молодого отца от осла». Так как цари иерусалимские по большей части были несправедливые и корыстолюбивые, то пророк говорит «Не бойся, дочь Сиона!» Царь, о котором я предсказываю тебе, не таков, но куроток и смиренно мудр, и нисколько не горд. Это видно из того, что он пришел, сидя на осле, ибо он вошел не в сопровождении войска, но приехал на одном осле. Восседание Господа на осле было и образом будущего. «Животное это, по закону, нечистое, было образом нечистого народа из язычников, на котором Иисус, Слово Божие, восседает, подчиняя себе этот непокорный и грубый, наподобие осла, новый народ, который он и возводит в истинный Иерусалим, после того, как он стал ручным и покорным ему. «Ибо жили Господь не совозвел на небо тех язычников, которые стали его народом и покорились проповеди евангельской. Пальмы, может быть, означали то, что он, воскресив Лазаря, стал победителем смерти, ибо пальма давалась на боях победителям. Прошу тебя, подивись евангелисту, как он не стыдится, а открыто говорит о прежнем незнании апостолов». Ученики, говорит, сперва не поняли сего, но поняли тогда, когда Иисус прославился. Под славой разумеет вознесение, последовавшее застраданиями и смертью. Тогда-то, без сомнения, по сошествии Святого Духа, они познали, что это о нем было написано. Иоанна 12, 17, 19 «Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потом и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо». Фарисеи же говорили между собой, «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Толкование. Фарисеи, говорящие, «Видите ли, не успевающие ничего, не успеваете ничего, говорят это не по лукавству, ибо были не из числа наветовавших на Спасителя, но представляются благорасположенными, только не явно, потому что не смеют явно противостать неистывающим против Господа. Пытаются утишить их последствиями дела, говоря как бы так, «Какая вам польза от того, что много строите ков над человеком всем? Сколько вы не злоумышляете, он все более растет, и слава его умножается, ибо мир, то есть народ, идет за ним. Посему, не имея никакого успеха, оставьте ваши ковы и не грешите понапрасну». Иоанна 12, 20, 24 Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые эллины. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря, «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Филипп идет и говорит о том Андрею, а потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. Иисус же сказал им в ответ, «Пришел час прославиться Сыну Человеческому». «Истина! Истина, говорю вам! Если пшеничное зерно, падшина землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода». По причине красоты храма и чудес, передаваемых иудеев, многие из эллинов пришли поклониться. Они были близки к тому, чтобы стать и пришельцами, то есть принять иудейство. Когда дошла до них молва об Иисусе, они подходят к Филиппу и просят его доставить им возможность видеть Иисуса. Филипп, посмиренно мудрю и благочиню, говорит Андрею, как высшему себя. Андрей не берется за доклад, не решает этого сам собой, но, взяв с собой Филиппа, осмеливается доложить Иисусу. Такой добрый порядок и взаимная любовь господствовали между ними. Что же Господь, так как Он заповедовал ученикам не ходить на путь к язычникам, Матфея 10.5, а теперь видел, что язычники уже сами приходят к Нему, ибо елины, желавшие видеть Его, без сомнения были язычники, а иудеек строит Ему ковы, говорит, время, наконец, идти на страдания, ибо наступило время креста, чтобы прославился Сын Человеческий. «Какая польза не принимать язычников, приходящих к нам, и навязываться иудеям, ненавидящим и гонящим, ибо очень несправедливо было бы ничего не давать язычникам, жаждущим слова и спасения, и изобильно давать иудеям, которые попирают даруемое им и умышляют зло благодетелю». Потом, чтобы ученики не соблазнились тем, что Он умирает тогда, когда начали приходить и язычники, Он говорит, «это самое, то есть смерть Моя, еще более увеличит веру язычников, ибо как пшеничное зерно, когда приносит много плода, тогда, когда бывает посеяно, умрет, так и Моя смерть принесет много плода для веры язычников. Итак, пусть никто не соблазняется, потому что Моя смерть не препятствует присоединению язычников, но примером зерна пусть убедится, что падение Мое в смерти Моей приумножит число верующих». Иоанна 12, 25-26. «Любящий душу свою погубить ее, а ненавидящий душу свою в мире всем сохранить ее в жизнь вечную. «Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет, и кто мне служит, того почтит отец мой». Толкование. «Ибо если и сами вы не умрете, то для вас не будет никакой пользы. Да и всякий вообще человек, который любит настоящую жизнь и любит свою душу, то есть исполняет ее неуместные пожелания, когда угождает ей больше, чем должно, и не презирает смерти, погубит ее. А кто ненавидит ее, то есть не служит ей и не преклоняется пред ней, тот сохранит ее в жизнь вечную». «Желая показать, сколь строгое отвращение должно иметь, по хотеньям души сказал, кто ненавидит». Мы не можем не видеть лица, не слышать голоса ненавидимых нами. Также должны относиться и к неразумным пожеланиям души, то есть ненавидеть их совершенную ненавистью. С словами «кто ненавидит душу свою в мире всем» показывает временность дела. Заповедь сия оказалась убийственной и несообразной с любовью к жизни. Он смягчил ее прибавлением в мире всем. Я, говорит, не всегда повелеваю ненавидеть душу, но в этом мире неверном отвращайся ее, когда она предписывает тебе творить неподобное» в Римлянам 1.28. «Прибавляет и пользу сохранить ее в жизнь вечную. Возненавидишь на время, а сохранишь живой на веки для жизни божественной. Кто любит быть на земле, тот не будет на небе, а кто избегает земного и мира сего, тот будет высоко и на небесах» Иоанна 12.27.28. «Душа моя теперь возмутилась, и что мне сказать? Отче, избавь меня от часа сего. Но на сей час я и пришел, Отче, прославь имя Твоем. Тогда пришел с неба глаз, и прославил, и еще прославлю». Толкование. Если внимательно рассмотришь, то найдешь, что в самой возмущении его есть увещание к презрению смерти. То бы кто-нибудь не вздумал сказать, что ему легко так любомудрствовать о смерти и других убеждать к утерпению бедствий, когда он сам в нечеловеческих страданиях и вне опасности. Он показывает, что и сам он испытал свойственное людям и причастием нашего естества, хотя и без греха. «Посему, хотя он, как человек по природе, любящий жизнь, не желает смерти и возмущается, однако же не отказывается от нее, так как она нужна для спасения мира. Для всего-то, говорит, на сей час я и пришел, чтобы воспринять смерть за всех. Сим ясно научает нас, чтобы и мы хотя бы возмущались, хотя бы напечалились, однако же смерти за истину не избегали бы». Иоанна 12, 29, 33 «Народ, стоявший и слышавший то, говорил, это гром, а другие говорили, а ангел говорил ему. Иисус на это сказал, не для меня был глаз сей, но для народа. Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изнан будет вон, и когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какой смерти он умрет. Толкование. «Так как очень многие были грубы и невежественны, то они сочли голос за гром, хотя голос этот был членораздельный и весьма ясный, ибо они скоро забыли слова голоса, удержавшие только его отголосок. Иные помнили и самые слова голоса, и прославил, и еще прославлю. Однако же не понимая, какой смысл всех слов, думали, что ангел проговорил ему, а потому слова сии, как сказаны ангелом, и непонятны для них. Слова сии имеют такой смысл. «Ныне совершается суд и отомщение за мир сей. Так как дьявол подверг этот мир смерти, сделав всех людей повинными греху, но напав на меня и не нашед во мне греха, подвел под смерть и меня наравне с прочими, то он будет осужден мною. Таким образом я отомщу за мир. Пусть, впрочем, нанес он смерть за грех, но что такое он нашел во мне, подобного впрочем, чтобы умертвить меня? Итак, ныне мною совершается суд мира сего, то есть отомщение за него. Ибо, умертвив умертвившего всех, потом напавшего и на меня, невинного, я буду отомстителем за всех умеручленных им. И жестокий властитель, тиран, осужденный моей смертью, и будет изгнан вон. Выражение «изгнан вон» употреблено по сравнению с тем, как в судебных местах выталкиваются осужденных из судилища. «Будет изгнан вон» можно понимать и так, что изгнан будет во тьму внешнюю. Он лишится владычества над людьми и не будет, как прежде, царствовать в них и в душах, и в смертном теле их, но я всех привлеку к самому себе, когда вознесен буду на крест. Это в ином месте он назвал похищением. «Никто, говорит, не может расхитить вещей сильного, если прежде не свяжет сильного» – Марка 3, 27. «Когда вознесен буду, сказал это, давай разуметь, какой смерти он умрет, то есть будет распят, ибо этим означается высота креста». Иоанна 12, 34-36. «Народ отвечал ему, «Мы слышали из закона, что Христос пребывает вовек. Как же ты говоришь, что должно бы вознесено быть Сыну Человеческому? Кто этот Сын Человеческий?» «Когда Иисус сказал им, «Еще на малое время свет есть с вами. Ходите, пока есть свет, чтобы не объялась тьма, а ходящий во тьме не знает, куда идет. Да коли свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света». Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них». Толкование. «Думая облегчить Господа и затруднить Его, как неистинного Христа, говорят, «Если Христос бессмертен, а ты о самом себе говоришь, что умрешь, как же мы будем веровать, что подлинно ты Христос?» Говорили они так злонамеренно. Ибо и Писание, которое они называют законом, упоминает не только о воскресении, но и о страдании. Так Исаия указывает на то и другое, на страдание и смерть, когда говорит, «Он был веден, как овца на заколение. Не оставишь души моего аде». Псалом 15.10. Также патриарх, благословляя Иуду, пророчествует о Христе, «Возлег, уснул, как лев и как львенок. Кто разбудит его?» Бытие 49.9. «Как же говорят, ты говоришь, что сыну человеческому должно быть вознесено? Видишь ли, они понимали много и из приточных речей Господа. Например, поняли, что словами «Быть вознесену» Он говорит о кресте. Да, они подлинно многое понимали, но по злой воле своей прикрывались незнанием. Кто этот сын человеческий? Речь их полна злобы. Они говорят, как бы так, хотя мы и не знаем, о ком ты говоришь, и кто есть сын человеческий. Однако же ясно понимаем ту истину, что кто будет вознесен, то кто бы он ни был, тот не Христос. Это несовместимо. Ибо Писания говорят, что Христос бессмертен. Как свет солнечный совершенно не исчезает, но сокрывается и снова воссеевает, так и моя смерть не есть истление, но запад и представление. И через воскресенье я опять воссияю. И так, ходите и веруйте в меня и прежде моего распятия и после оного. На это он указывает словами доколе свет с вами. То есть, доколе можете веровать в меня. Веровать же в меня, который есть в им свет, вы можете и прежде страданий и после оных. А кто ходит в неверии, тот не знает, куда идет. Ибо чего не делают теперь иудеи, и однако же не знают, что делают, но ходят как бы во тьме, думая, что идут по прямому пути, но все у них выходит напротив, когда они соблюдают субботу и обрезание. Но не так поступают те, кои уверовали. Они ходят во свете, делая все, что относится до спасения. Иоанна 12, 37, 40. Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес сотворил он пред ними, и они не веровали в него. Да сбудется слово Исаии пророка. Господи, кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня? Исайя 53, 1. Поэтому не могли они веровать, что, как еще сказал Исайя, народ сей ослепил глаза свои и окаменил сердце свое, да они видят глазами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их. Исайя 6, 10. Толкование. Хотя они и ничего не говорили, но, проникая в сердца их, он видел, что ярость их усиливается. Чтобы укротить их ненависть, он и скрывается. Иоанна 12, 41, 43. Сия сказал Исайя, когда видел славу его и говорил о нем. Впрочем, и из начальников многие уверовали в него, но ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божию. Толкование. Сия сказал Исайя, когда видел славу его. Кого? Сына. Хотя пророк, судя по в связи речи видел, кажется, славу Отца, но Евангелист говорит здесь, что Исайя видел славу Сына, а апостол Павел говорит, что он видел славу Духа. Деяние 28, 25. Истина. Едина слава Святой Троицы, Отца и Сына и Святого Духа. Как вы можете веровать, когда от людей принимаете славу, а славу, которую единого Бога отвергаете, Иоанна 5, 44. Итак, евангелист показывает, что с ними случилось то, что предсказывал им Христос. Подлинно они были не начальники, а рабы, и рабы самые низкие. Отсели же научаемся, что кто любит славу, тот раб и бесчестен. Иоанн 12, 44, 45. Иисус же возгласил и сказал, Верующий в Меня не в Меня верует, но в пославшего Меня, и видящий Меня видит пославшего Меня. Толкование. Вера в Меня восходит к Отцу Моему, примечая их точность в словах. Господь не сказал, верующий Мне, но верующий в Меня, что означает веру в Бога, ибо иное верить кому-нибудь, и иное веровать в кого-нибудь. Если кто верит кому-нибудь, это можно понимать так, что верит справедливости слов его, а кто верует в Него как Бога, посему можно сказать, верит апостолам, но веровать в апостолов нельзя сказать. Иоанна 12, 46, 47. Я свет пришел в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит, я не сужу его, ибо я пришел не судить мир, но спасти мир. Толкование. Опять и этими словами показывает свое единосущее с Отцом. Ибо как Отец везде в Писании называется светом, то и Он в самом себе говорит, я свет пришел в мир. Если же кто не верует, то не я причина его осуждения, но он сам на себя оно будет судить его последний день. Ибо я говорил не от себя, но пославший Меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, говорю, как сказал Мне Отец. Толкование. Я никого не сужу, но не верующий имеет себе судью. И у нас в обычае, и мы часто говорим, когда хотим наказать беспорядочное дитя, что не мы его наказываем, но его беспечность и беспорядочность. И не мы осуждаем его, но убеждения наши, которым оно не покорилось. Оно обвиняет его, как непокорного. Так и Господь говорит, не я сужу, но слово, которое я говорил, оно будет судить. Ибо почему не уверовали, не потому ли, что я противник Богу и ищу славы себе. Но я говорил не сам от себя, а сказывал все от отца моего и нигде не выставлял себя мудроствующим что-нибудь иное. Ибо пославший меня отец дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Без всякого противоречия они будут осуждены за то, что не поверили отцу. Итак, православный ничего низкого не подразумевай в смиренных словах. Например, я заповедь получил и подобных, но понимая их благоразумно, как и это. Я принял заповедь, что сказать и что говорить. Ибо сын, будучи словом, и выражая то, что есть в уме, то есть отце, говорит, что от него получил заповедь, что сказать и что говорить. Подобно как и наше слово, если захотим быть истинными, говорит то, что предлагает ему ум. И слово никогда не разница в сущности с умом, но совершенно единосущно. все.